Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в наше интереснейшее ток-шоу «Мужчина и женщина». У нас в студии доктор Елена Коллс. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я Анатолий Червец. Номер телефона в студии 847-400-5200. И тема, которую мы обсуждаем, это «Кто, когда и почему в доме хозяин». Уже в рубрике «Что говорится, мужчина и женщина», то я вот обратила внимание, была реклама, только не помню где, у вас на радио, еще где-то услышала я, я решила, что вот это точно для нас. Так, интересно. Но не в плане рекламы нашей с вами программы, а в плане о том, о чем мы можем, ну, сегодня, может быть, поговорить. Может, мы, да. Нам удастся выяснить, кто же в доме хозяин все-таки. Да, и это тоже, да, это очень интересно. Вот, и почему, значит, когда вот женишься на тонкой, звонкой, нежной, а потом оказывается, что подобной грымзы уже трудно было где-то еще сыскать. Почему так получается? Так вот, эта вот реклама, она говорит, он жалуется, она где-то там болит у него, а она говорит, а я тебе что говорила? То есть она его изначально, она его индуцирует, понимаете? Она ему все время пилила, вот иди туда, у тебя заболит. Я знаю, вот у меня была одна пациентка, которая своему мужу, сама наглотала жуткое количество таблеток, и поскольку в прошлом была врачом, то сказать что-то в противовес было невозможно. Ну, да. Вот, то есть она, ну, как бы слушала, но, знаете, болтай-болтай, мы сами все знаем. Поэтому она принимала жуткое количество таблеток, с каждым годом она развалила все больше, а муж ее не принимал никаких таблеток. Вот, и в конце концов она смотрела на это безобразие и сказала, ты знаешь, что в твоем возрасте, а ему было 90 лет, а ей 85, в твоем возрасте уже неприлично не принимать таблеток. То есть уже большего, большего довода она уже не могла придумать. Вот, интересно. Да, поэтому вот так. Ну, вот, ну, если взять, опять же, вот эту тему, почему, кто в доме хозяин, то есть сначала мы действительно, как бы, у нас роман, у нас влюбленность, а потом у нас начинаются какие-то там, я не знаю, другие. Да, но мы же знаем прекрасно, что роман влюбленности абсолютно не имеет никакого отношения к домашнему обиходу, к бытовухе, так называемой, ну, и вообще, в принципе, к семейной жизни. Ну, основная масса, в общем-то, женятся и выходят замуж именно в период влюбленности. Но период влюбленности, это, ну, как вам сказать, это как игра. Вот игра, я хочу вот что-то иметь, я хочу его иметь, или я хочу ее иметь, чтобы она была там моей. Вот. Это типа как «дай мне», а когда начинается уже семейная жизнь, если там нет любви, потому что это долго не продержится «дай мне», и вторая половина тоже хочет «дай мне», не всегда это состыковывается, то если это действительно любовь, то тогда это «на возьми», да? То есть это как бы единство двух людей, двух особей, которые имеют как бы свои особенности и энергетические, и, ну, и гормональные, и физиологические, и физические, абсолютно, так сказать, разные. Это не то, что потому что женщины с Венеры, а мужчины с Марса, а просто потому что мы были созданы совершенно для разных, что говорится, целей. Ну, давайте, давайте, вот я в субботу, я со своей женой, мы были на свадьбе, причем свадьба албанская, и там я услышал очень интересное высказывание, очень интересное, причем это высказал не представитель религиозной, как говорится, профессии, да, это высказал «бестмен», то есть свидетель для своего, для молодоженов. Вот он сказал интересную фразу. «Любовь» — это не тогда, когда ты ищешь человека, с которым бы ты хотел прожить всю свою жизнь. Любовь — это тогда, когда ты ищешь человека, без которого ты не можешь прожить двух дней. И вот это, мне кажется, если бы действительно люди больше... Только как узнать, когда ты находишься в состоянии влюбленности, что это именно тот человек, я влюблена, понимаете, у меня там гормоны шуруют на всю катушку, я пытаюсь приспособиться, я прощаю ему все, ну, это с обеих сторон идет, да, я, там он хорошо любит выпить, ну, ладно, я его, так сказать, потом как-то это не будет, либо столько выпивать, или я его, так сказать, я на это не обращаю даже внимания. А я готова принять любую его точку зрения, я прогибаюсь». Стоп! Вот тут я буду с вами спорить. Ну? Почему? — Это в состоянии влюбленности. — Если, допустим, мы берем ваш пример. Ну, ладно, он там выпивает, но я готова с этим там кое-как, где-то как-то наступить себе на горло, смириться, я его люблю. — Правильно, если у вас шуруют гормоны на всю катушку, половые гормоны, вы уступите в любом случае. — А вы сказали... — Даже если она скажет, что она за Путина и за Обаму. — Нет, вы сказали, как узнать. А вот у меня мнение другое. Я считаю, что вот этот парень или мужчина, который любит выпить, зная, что его подруга, невеста или жена терпеть этого не может... — А я могу не говорить. Я боюсь вас потерять. И я могу вам не сказать, что мне не нравится. Я могу сказать, ты знаешь, вот, ну, мне не нравится. И все, я скандала не буду устраивать. — Не нужен скандал. Достаточно должно быть слово для того, чтобы мужчина подумал, слушай, если ей это настолько не нравится, может быть, мне все-таки немножко тормознуться. И вот эта компромиссия... — А сколько вы таких мужчин знаете? — О, это другая. Секундочку. Мы играем по правилам. Это уже вопрос, как говорится, прошу прощения, ниже пояса. Почему? Согласен. Таких немного. Но, тем не менее, только потому, что их немного, но ведь эта идея существует. Вот почему вопрос, почему эту идею не приводят в жизнь? Это другой вопрос. Дело не в том, сколько я таких знаю. Я знаю людей, которые пожертвовали многим ради того, чтобы было спокойствие в семье и так далее. Но... — К сожалению, таких мужчин и таких женщин, которые готовы... Женщин, кстати, наверное, больше таких, чем мужчин, мне так кажется, не так много. И, знаете, как стерпится-слюбится, слюбится-стерпится в основном. И поэтому, когда люди женятся в состоянии вот этой вот влюбленности, когда на пике своих, так сказать, сексуальных влечений, то тут вот эти вот все свои понятия, разные понятия по всем областям жизни, еще нет никакого быта даже. Только лямур-тужур, да? — Да. — Вот. Они не выходят на первый план, они не представляют каких-то, ну, как бы даже озабоченности какой-то. А вот когда люди уже чуть-чуть пожили друг с дружкой, гармончики-то пошли у нас вниз, и тогда начинают взаимоотношения, какие-то обыденные взаимоотношения иногда, и очень часто, к сожалению, поэтому так много разводов, они начинают как бы обостряться, и значение разных событий, даже разных слов. Оказывается, что эти только что сумасшедшие, любящие друг друга мужчины и женщины, они воспринимают по-разному. — Да, но вопрос тогда, вот то, о чем вы говорите, это есть, я не знаю, как его перевести на русский язык, честно. Вот есть такое слово, я его, я считаю, что это самое точное определение, которое дает это слово. Есть такое понятие «infatuation». Вот то, о чем вы говорите, является ли это, вот это «l'amour toujours» или это является «infatuation», потому что люди сами себя заводят, причем понимая, что тут что-то не так, и это что-то не так, но тем не менее, вот они все равно, как говорится, вопреки, они рвутся напролом, вместо того, чтобы проработать вот эти ситуации, перед тем, как войти в эту воду, они пытаются форсировать события и сказать, нет, потом разберемся. — Ну правильно, любятся, стерпятся. Вот, ну, вы понимаете, в чем дело? Повторяю, но это мое мнение, может, это неправильно. В основном все женятся именно на пике вот этой вот сумасшедшей любви, когда идут одни сплошные гормоны. Когда гормоны работают, то мозги и не работают, или работают... — В каком возрасте прекращают работать гормоны, когда наступает, как говорится, не просветление, а пробуждение? — Ну, они практически, считается, что они работают до 35 лет, пока природа нас сделала, так сказать, как бы фертильными, потому что основное требование к жизни, это чтобы мы размножались. — Детеродящий воду, да. — Все. Но они, эти гормоны могут подпрыгивать и позже. Другое дело, что своза, они могут, может быть, даже в 60-70 лет подпрыгивать. Но просто в 70 лет, к примеру, уже, ну, как бы, мозгов немножко больше, жизненного опыта немножко больше, чем там в 20, да, или там в 18. Поэтому это первое. Второе, все-таки человек уже, когда он взрослеет, опять же, это, наверное, в 20, даже, наверное, в 30 лет сложно понять. Что, в принципе, мы же, понимаете, мы все разные. И поэтому мы воспринимаем разные события абсолютно по-разному. Поэтому, кажется, вот, ну, что ж тут, вот, вы политикой много занимаетесь, кажется, ну, тут же уже и так понятно, что стена нужна, там, не знаю, аборты — это плохо, убивать новорожденных младенцев — это патология. Ну, почему они этого не понимают? А они этого не понимают по той простой причине, что произошел у нас... Ну, они мыслят по-другому, я понимаю процесс мысли. Правильно, а почему они мыслят по-другому? Почему вот мы как бы вошли в одну воду, одни видят так, а другие видят по-другому? Почему они видят по-другому? Просто почему у нас разное понимание? Разное понимание, потому что, ну, не обязательно только в этом, ну, и в любви тоже, и где хотите. Просто потому что у нас обработка информации в голове ведется разными структурными единицами мозга. Поэтому у кого-то одни области более развитые, у кого-то другие области развитые. И здесь, если не совпадает, допустим, вот это вот ассоциативные области у мужчин и у женщин, и даже мелкая моторика, если не совпадает, а так, который 100% совпадает, найти практически невозможно. Но хотя бы хоть максимально возможно, чтобы как-то совпадало. Тогда они не будут тереться этими шестеренками друг о дружке. Тогда вопрос. Человеку 28-29 лет. Вы считаете, что этот человек, вступая в отношения, задумывается о процессах моторики, о процессах, то есть... Нет, он, конечно, не задумается. В большинстве случаев они даже такое слово не слышали. Вот. Поэтому отсюда вопрос теперь такой. Не виноваты... То есть мы теперь немножко опускаемся, как говорится, от науки к бытовухе. И мой вопрос. Не виноваты ли родители молодых в том, что их дети женятся слишком рано? Почему? Потому что родители сидят вот тут вот на шее и каждый день зудят. Тебе уже 25. Когда ты уже степень... Но сейчас же, понимаете, сейчас же, допустим, сам процесс заключения брака не столь важен. Сейчас люди молодые, если они еще зарабатывают, они же могут жить отдельно, без всякого заключения брака. Да, но они все равно общаются с родителями. Я вам говорю... То есть вот я знаю по себе. У меня два сына. Ну, хорошо. А зачем вам нужно пилить своих сыновей, чтобы они женились? А я не пилю. Я хочу, чтобы, если ты встречаешься, тебе уже там 25. Пора задуматься. Пора это, пора это. Потом... Почему? Говорю почему. Потому что я... Вот честно, мое мнение... Опять же, может быть, я и виноват в этом. Но я считаю, вот родители... То есть молодежь должна сходиться тогда, когда, во-первых, шансы родить здорового ребенка намного выше, чем старое родящее. Второе, когда отношения... Но он может в 35 лет найти 20-летнюю девочку, и все будет хорошо. А кому это... А будет ли это честно по отношению к деве? А что тогда делать девочкам, которым... Почему? Ну, разводы случаются, а потом что делает... А если он женится в 25, он не разведется? Это гарантия? Наоборот. Наоборот. Вот я об этом и говорю. Может быть, действительно, дать возможность молодежи простречаться хотя бы... Ну, я об этом и говорю. Да. Как, допустим, driver's license, да? Вы не можете его получить в 14 лет. Для этого есть какая-то причина. Вы не можете голосовать до 18 лет. Для этого есть какая-то причина. Может быть, люди, которые получают вот этот marriage certificate, может быть, они тоже должны дойти, достигнуть определенного возраста? Вы знаете, скорее всего, да. Потому что для того, чтобы брак был более-менее успешным и долгим, в общем-то, нужно найти человека, близкого к тебе по понятиям, по восприятию. То, что он способен, допустим, учиться. Ну, к примеру, там, ну вот я, допустим, выхожу замуж, а он ест одно мясо. А я, допустим, ну, вегетарианка, к примеру, да? Вот, чтобы мы с ним не подрались, значит, мы должны как-то, я должна что-то... Не получится. Сытый голодного не понимает. Да. Ну, понятно. Вот. Поэтому что-то нужно научиться или, допустим, что-то нужно поменять. Для этого нужно быть открытым. Поэтому пока есть какое-то сильное сексуальное влечение, то это по барабану, потому что, что говорится, подушка все исправит. Ну, да. А вот потом нужно, чтобы, ну, как бы были отношения, когда взаимообразные. Почему? Потому что у нас, допустим, известно, что у всех, да, есть определенные чакры. И вот если посмотреть на контуры тела мужчины и женщины, то это как бы две волны, они идут вот так. Где-то выпирает, где-то наоборот, где-то впуклость, где-то выпуклость. Это называется два сколиозника. Типа, да, где-то впуклость, где-то выпуклость, да. И вот они, в принципе, так соединяются. Поэтому вот с точки зрения, допустим, опять же, восточной медицины, вот это вот обмен энергетической, энергии из чакр. И начинает, водителем в этом плане является мужчина. Он дает, как бы, первую импульс, что он на безопасность, что он сильный, что его силы хватит, чтобы женская особь, потому что мы говорим о старых-старых очень рефлексах, да, выживет. И что мужчина обеспечит ей надлежащие условия жизни, что он будет хорошим отцом, что ей будет комфорт, у нее будет защита. Это не обязательно, он ей должен говорить. Ну да. Но вот, в принципе, это нижняя чакра. И эта энергетика идет в нижнюю чакру женщины. Правильно? А женщина, что она должна быть? Она попадает во вторую чакру женщины. Это отдающая чакра. То есть она, женщина должна, она получила что-то, она должна отдать. А что она может отдать? Она может отдать заботу, там, ласку, какое-то внимание, погладить, поцеловать, что-то приготовить, да, позаботиться о человеке. То есть она это уже отдаст, она отдаст это как бы удовольствием, да, опять. Это попадет уже к мужчине, опять к мужчине. Ну да. А потом, значит, он, получив вот это вот внимание к себе, он должен что-то взамен отдать. И что он отдаст? Он должен... Деньги, машину, посуду. Абсолютно правильно, это уже на более высоком уровне, значит, это должен быть дом, там, дерево, сын и так далее, и так далее. И он уже более, на более высоком уровне находится, поэтому там всякие золото-бриллианты, к тому же, да, вот, сюда относятся. Вот, и, то есть он более как бы солидный, и в этом месте обычно, ну так, всегда у мужчин там матка, бывает, выпуклость. На животике она выпуклась. Вот. И на Востоке считают, что чем больше брюшка, тем богаче и щедрее человек. Это далеко не всегда так. Вот, иногда, к сожалению, брюшка растет из-за проблем с кишечником, а из проблем с кишечником, это я уже отвлеклась на другую тему, начинают расти другие вещи, там, сахар, артрит, гипертония, щитовидная железа, ну, в общем, головные боли и так далее, и так далее. Все начинается, извините, с колита, с брюшка, значит, и... А, по-моему, головная боль начинается буквально вот, как только кольцо одели, сразу начинается головная боль. Ну, так вы думаете, за кого вы выходите замуж или женитесь на ком? Да. И мы с вами уже говорили на эту тему, что я лично считаю, что вот идея, как бы, предбрачного контракта очень важная вещь, но контракта не в плане, там, вот, если ты умрешь, я получу все твое наследство, или, там... И если ты со мной разведешься... Да, если ты мне изменишь, что будет так, а если, так сказать, я тебе вот так, я говорю о другом совершенно, я говорю о том, что мы, как бы, договариваемся, что вот есть вещи, о чем вы говорили, Толя, которые мне не нравятся. Допустим, мне не нравится, что человек выпивает, и я говорю, что, знаешь, мне неприятно, неприятен запах, неприятны реакции, ну, вообще неприятно. Это своего рода бизнес-контракт между двумя партнерами, где обговариваются четко все случаи. Да, и в этом случае, значит, и еще что-то, мне вот не нравится, там, я люблю, чтобы была вечером помыта посуда, но не нравится мне, поэтому, пожалуйста, чтобы посуда была помыта. Или там, я люблю, когда там в доме порядок, ну, до каких-то пределов, да. Вот я люблю так, я люблю спать там до 7 утра, я не люблю спать до 10, меня это нервирует. Я ложусь спать, допустим, там в 10, в 10.30, а ты там в 3 часа ночи. Мне это не нравится. То есть давай как-то придем к знаменателю. Где-то я уступлю, где-то мне уступят. Давайте к знаменателю придем сейчас к тому, что мы должны уйти на рекламу, а потом мы вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Ну, всегда и спокон веков, в общем-то, всегда был хозяин и хозяйка. Да. И, кстати, если, вот, я не знаю, может быть, ваши радиослушатели тоже знают, ну, те, которые слушают мою программу, они 100% знают об этом, значит, а я имею в виду по субботам программу. Есть такая, как бы, специальность, называется прикладная кинезиология. Это определение реакции вашего тела по мышечному рефлексу. Вы можете спросить свое тело все что угодно, оно вам ответит на своем, естественно, языке. И, допустим, мои многие пациенты уже владели этой специальностью, если можно так сказать. Они определяют, какие лекарства им подходят, сколько таблеток им нужно принимать. Сами? Сами. То есть им доктор советует, допустим, вот это, это они... А они уже принимают решение, что из этого... Берут, они берут это лекарство и, значит, вот определяют, ложится им на душу это лекарство или нет. Если нет, значит, надо поговорить, ну, так сказать, с доктором, мы работаем всегда вместе. Вот, что-то поменять. То же самое не только обязательно лекарство фармацевтическое, это может быть витамин какой-то. И сколько, вот, допустим, доктору говорит по одной таблетке три раза в день, а тело говорит, нет, извините, две. Или нет, я качу четыре. Так тоже бывает. Вот, но это о другом. Значит, в принципе, с помощью вот этого вот методики можно определить, вот, ваш, как бы, друг, товарищ и брат, с которым вы хотите соединиться, он вас, ваша энергетика с ним соответствует или нет? То есть проверяется сначала, допустим, мышечный рефлекс, энергетика одного человека, потом энергетика другого человека, потом они, как бы, ручка в ручку садятся, и проверяется энергетика одного человека с одной стороны, а потом можно, ну, если, допустим, они оба сильные, то тут ясно, что они... Ну, это называется роботизация чувств. Ну, нет, это не совсем не роботизация. Это абсолютная роботизация чувств, потому что теперь мы определяем своего партнера по научному методу. Ну, этот метод, понимаете, этот метод, который определяет, допустим, какой орган у вас болен, можно просто по-вашему... Это разговор с вашим телом. Ну, я это достаточно часто применяю у себя в практике врача. Нет, это я могу понять, а какое отношение оно имеет к... Потому что, смотрите, вот, допустим, вы слабый, я сильный, или наоборот, да? Вот, или вы... у вас всё нормально, а я вот вас сейчас возьму за руку, и у вас рефлекс упадёт. Это значит, что я вас ослабляю. Я своей энергетикой вас ослабляю. И здесь надо, так сказать, подумать, что нужно делать, как привести это в баланс. Ну, это, так сказать, чисто такое... Гормоны... Половые гормоны этот рефлекс не перебьёт. Вот. Это просто один из способов, как можно определить, насколько, так сказать, хорош ли этот союз или нет. Потому что в семье, в семье вы друг с другом должны усиливать. То есть вы должны стать сильнее от того, что вы соединились, допустим, со мной. И я должна стать сильнее, а не слабее. Понимаете? И если, допустим, муж как-то растёт, чего-то учится где-то, чего-то добивёт... Компромисс, я прошу прощения за то, что я воспринимаю. Компромисс считается признаком слабости? То есть в каком смысле сильнее и слабее? То есть если я согласен идти на компромисс... Не-не-не-не-не, я имею в виду рефлекс. Ваше тело говорит. Вас никто не спрашивает. Ваше тело за вас говорит. От того, что я возьму вас за руку, ваш рефлекс станет сильнее или слабее? Если он станет слабее, я вас, извините, ослабляю. Если он станет сильнее, значит, я вас усиливаю. И наоборот. Окей. То есть... Это чистый рефлекс. Тут вас никто не спрашивает. Ваше мнение идёт на подкорке, на бессознательном, который тело отвечает. Поэтому я говорю, люди определяют, сколько им нужно, так сказать, витамина D принимать. И, кстати, почему витамин D люди принимают, а он у них не... А анализы всё равно плохие. А он не работает. Нет, а он... Анализы всё равно плохие. Но это уже из другой оперы, это не из любви. Поэтому семья — это как бы союз, который должен усиливать и мужа, и жену. И поэтому, допустим, если муж старается, или наоборот, жена старается, пошла в какие-то курсы, взяла какой-то там, я не знаю, в университете, в колледже, какой-то курс, чтобы что-то как-то сделать больше, расшириться, расти, да? А муж в это время лежит на диване, потому что вдруг война, а он уставший, то тогда... А если ему это не надо? Ну вот жене хочется... Точно так же, как жене хочется заниматься йогой. Но это же не значит, что я должен заниматься йогой. Нет, вы можете... Точно так же, как жене... Вы можете абсолютно не заниматься йогой, речь идёт не об этом. О чём? Если муж растёт, а жена не растёт и сидит около одних своих кастрюль, и при этом не совершенствует свои кулинарные способности, к примеру, да, или она его не окучивает, не обеспечивает его, как бы быт со всех, так сказать, сторон, то есть она вообще вот была и ещё хуже стала. Раньше там хоть, я не знаю, пельмень варила, а сейчас, говорит, хочешь жрать, купи пельмени, сам вари, да? Да. То он плохо себя чувствует, она у него забирает эту энергетику. Я понял. Он начинает себя плохо чувствовать, и он не может расти. Поэтому она потом его будет пилить лобзиком, что вот ты как там получал 15-20 долларов в час, так вот наш сосед Федя уже там получает 45, а ты всё так и сидишь. Так а кто в этом виноват? Поэтому я с этого и начал наш с вами разговор, который она ему всё время говорит. А я тебе что говорила? У тебя спина болит? Только я тебя вот пилю лобзиком. А нужно не пилить, понимаете? Нужно как бы вот обмен вот этот между чакрами, о котором я говорю, это взаимный обмен. Вы мне даёте, я вам отдаю другое. Потом вы получили моё, вы мне отдали на более высоком уровне. Я получила ваше, я опять отдаю вам. И этот уровень должен постоянно повышаться. И он постоянно повышается, потому что любовь, она на гормональном фоне, она заканчивается. А что у нас потом? А потом у нас, как говорят, что сначала мужчина и женщина живут как любовники, потом они живут как родители, потом они живут как брат и сестра, а потом они как соседи. Вот так вот, чтобы этого не произошло, если вы идёте вот по этой волне, вот которая идёт вот так вот, да, всё выше, 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 такая вот волна, да, зигзагообразная, то вы вместе идёте из любовных отношений, в творчество. Вы можете, допустим, рисовать маслом, а я вышивать крестиком. Или вы можете там, я не знаю, уходить на охоту, а я в это время буду учить китайский язык, к примеру. Ну, то есть вы занимаетесь, я не лимитирую ваше время, ваши желания. Вы не лимитируете моё, хотя, может быть, китайский язык вы считаете не нужен, нужно учить какой-то другой испанский, к примеру. А вот мне китайский захотелось. Вот. Вы меня в этом плане не лимитируете. И тогда мы с вами вот так вот на этой волне всплываем на верхнюю чакру, которая и есть мудрость, есть интуиция. И тогда вы чувствуете меня, вот я что-то хочу сделать, вы чувствуете, что вот ей это надо, я бы я... Не спрашивайте меня, дорогая, что тебе там купить или что тебе сделать. Вы меня понимаете на волновом уровне. Нет такого. Нет такого. Почему? Потому что вот не зря же говорят, что мужчине не нужно намекать. Мужчине нужно чётко поставить задачу. Да потому что у нас нет обучения мужчин. У нас отсутствует мужской обеспечения. Тоже нету. И стало ещё хуже. Раньше тут какое-то было. О, вот теперь мы пришли к интересной вещи. Так, может быть, всё-таки вместо того, чтобы изучать историю ЛГБТ, может быть, в школе вы лучше преподавали, Да, как гвозди забивать, пуговицы пришивать. Как? Как яичницу сделать. Я уже не говорю такое волшебное слово «борщ сварить». Да-да-да, нет. Ну, это само собой, я имею в виду, вот то, о чём мы сегодня говорим, может быть, вот этому, на этом уровне нужно проводить какой-то образовательный процесс, чтобы люди понимали то, куда они идут, и как они туда попадают. Вы знаете, ну, вот курс, который вы предложили, ведь это в основном чисто политическая фишка, да? И поймите, что никто не любит слишком умных, никто никому не нужны слишком талантливые. Поэтому говорят, что если сейчас даже Луча на повороте бы решил начинать свою карьеру, он, скорее всего, даже до первого прослушивания бы не прорвался, потому что слишком много соблюдать надо условий, иметь знакомых, знать, куда, где прогнуться, где подстелиться, извините, ещё и так далее, и так далее. Вот, поэтому одного таланта уже не хватает. Нужно ещё другие всякие телодвижения делать. Отсутствие мужского воспитания… Оно когда-то было вообще, мужское воспитание? Или всё, что мы говорим, это правильно обосновано научно, но фактически никогда не практикуется? Нет, ну извините, раньше мальчиков, допустим, в Советском Союзе чему-то учили. Я был рождён и выращен в Советском Союзе. Но вас не учили в школе? У вас не было труда? Меня учили уступать место старшим. Меня учили… Тут девочки ничем не отличаются. …начальной военной подготовки. Ну это… И меня учили, да, как напильником или там как лобзиком… Но всегда считалось, что мужчина должен быть рукастой. И это хватает… Секундочку. И это хватает… Вот этого обучения хватает для каких-то отношений в семье? Нет, этого, безусловно, не хватает, у нас не было никакого полового воспитания. Вот я об этом и говорю. Но то половое воспитание, которое здесь, оно, опять же, понимаете, самое главное, нас вести, с моей точки зрения, что абсолютно неверно, до примитивных животных инстинктов, женщина не должна уметь готовить, потому что она всё может купить в магазине. А то, что в этой магазинной еде не хватит любви для того, чтобы создать семейный очаг, это никого не колышет. А может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно, где вместо того, чтобы тратить время на кухне готовить, может быть, вместе лучше пойти куда-нибудь на концерт или в музей или ещё куда-то? Безусловно. Нет. Одно другого, с моей точки зрения, не исключает. А если не хватает времени на то, на то и на то. Приходится выбирать. Сегодня в нашей жизни, в прикладном смысле, вот сегодня у нас нет времени, чтобы и борщ сварить, и в концерт пойти, и мужу носки там связать или ещё что-нибудь. Можно, допустим, понимаете, иногда сделать что-то своими собственными руками для своего любимого мужа. Давайте примем звонок у нас. А не просто всё из магазина. Добрый день, вы в эфире. Конечно, мы учили, как мы учили, а выцарские времена мы учили отношения к женщинам. Мы учили разве, да? Что нас учили, прошу прощения, вы очень... Просто сейчас это нивелировало, короче, это мы посвящались очень большое внимание. Я тоже, я прошу прощения, постарайтесь говорить в трубку, я просто не слышу. Я говорю, учили, учили, были выцарские времена, отношения мужчин к женщинам, благородство, ответственность, и всё такое. Как танцевать вальс? Мы же словно учили. То есть это во времена Андрея Булкунского? Сейчас всё стало, ты ты, я, 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 я... Да сам по себе, ты сама по себе. Ну да. Ну правильно, почему? Потому что так воспитывают и мальчиков, и девочков, что нет нужды, если мне нужна какая-то хозяйственная работа, там забить гвоздь куда-то, или там что-то починить, или ещё, то я, пожалуйста, я звоню, приходит рукастый, молоткастый мужик, который мне это сделает, да? Если мужчине нужен какой-то обед, опять же, можно заказать, тебе привезут из любого ресторана в самом лучшем виде. Тебе, для этого, для этого тебе женщина не нужна. То есть, поэтому нас хотят свести к простым, примитивным отношениям. К животному, да. Абсолютно, поэтому и семей там уже долгих нету, потому что им не над чем держаться. Да, но скоро и семьи, это будут однополые тоже. Ну это уже, да. Теми темпами, которыми мы идём. То есть, вопрос стоит в том, что вот смотрите, вот мы говорим, там, гвоздь забить, там, кран починить, и так далее. А женщины сегодня кричат, мужчины слишком мужчинистые. Мы не хотим таких воинов. Мы хотим мужчин, тряпку мягкого. Ну, пожалуйста. Таких же тоже навалом. Таких же тоже навалом, они становятся всё больше. Мужчин пытаются превратить всё больше и больше, вот в это безликое существо. А где роль отца в доме? А если отец сам такой, то что он может научить сына? Ну, это всё понятно. Но всё-таки, если мы говорим о том, что мужчина должен быть, мужчина, вот, допустим, в Африке уже в 7 лет мальчик мужчина, ему дают там копьё, он ходит, он ходит на охоту как взрослый мужчина. Да. И там у них есть испытания, жуткие испытания, когда там лезут по каким-то колючкам, там кровь сочится, кожа сдирается, поэтому это всё зависит от испытаний. Вот я, например, абсолютно согласен, я так понимаю, что на... Вот, ну, в наше время, говорят, уже нужно заканчивать, поэтому давайте, наверное, подведём всё-таки итог. Мы, наверное, не всё ещё отговорили. То есть у нас, конечно же, остаётся очень много нерешённых вопросов, но, тем не менее, я считаю, что эти темы нужно обсуждать, нужно действительно тратить на это время для того, чтобы как-то быть в обществе. Хотелось бы, да, чтобы, в общем-то, эти темы как-то обсуждались, и, может быть, в кругу семьи папа с мамой это обсуждали, и как-то всё-таки воспитывали своих мальчиков и девочек как мальчиков и девочек. Они шли на поводу обезумевших, так сказать, руководителей, которые хотят из мальчиков сделать тряпку, а из девочек никому тоже не нужную куклу Барби. Спасибо огромное, и я надеюсь, что в следующий раз мы обязательно обсудим или хотя бы продолжим обсуждать эту тему. Будьте здоровы! Спасибо.